Территорию Казани надо расширить за счет Лаишевского района. С таким обращением в Госсовет Татарстана выступили депутаты. Для этой цели уже присмотрели шесть земельных участков. Точно так же, как когда-то говорили о том, что это может быть в сторону Зеленодольска, это может быть в сторону Пестрецов, Салоныча и дальше. Также город расширяется в тех границах, в которых он может позволить себе расшириться. Что касается Лаишевского района, здесь часть территории, которая связана с спортивной базой «Динамо», и фактически основная часть – это спортивная база «Динамо». Поэтому это команда Министерства внутренних дел Республики Татарстана. Поэтому здесь, мне кажется, в большей степени это связано именно с тем, что эта база присоединяется, именно территория базы присоединяется. Расширение территории – это возможность создать дополнительную инфраструктуру для населения, что является приоритетом для администрации Казани. Чтобы это вообще произошло, сначала нужно пройти определенные процедуры. То есть есть, соответственно, процедура, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации. То есть мы сейчас обращаемся в Казанская городская дума, обращается в Государственный совет Республики Татарстан с законодательной инициативой. И эта законодательная инициатива может быть как отклонена, так и принята, соответственно. И тогда будут вноситься изменения в законы Республики Татарстан об изменении границ. Следующий этап – генеральный план Казани. Процедура нужно отметить совсем не быстрая. Она может занять несколько месяцев. На данный момент расширение границ города – это лишь инициатива Казанской городской думы. А одобрит ли ее госсовет – покажет время. Лилия Талипова, Алина Давытьяров, Универньюс.